Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей, чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. В Хакассии мужчина, который зарезал своих троих родных детей, чтобы отомстить жене за незмену, проведет два месяца под стражей до суда. Сейчас он прикован к больничной койке, в прямом смысле буквальном слове, чтобы не покончил с собой, как уже было пытался сразу после убийства. Хакассия повержена в шок диким преступлением. Отец зарезал трех своих детей, четырехлетнего сына и дочек 8 и 13 лет. Так он отомстил жене, которая ушла к другому. Случай, когда отцы становятся убийцами, знает и история, и литература. Иван Грозный в гневе убил сына посохом. Йозеф Геббельс, на пару с женой, когда стало ясно, что победа Советского Союза неизбежна, отравил своих шестерых детей. Тарас Бульба, застреливший сына предателя. Герой Проспера Мереме Матео Фальконе, тоже застреливший сына подростка за предательство гостя. Россия. Хакассия. Наши дни. В бане небольшого села лежит три бездыханных детских тела. У всех троих перерезано горло. Каждый из них не понимал, что происходит. Почему любимый папа в одну секунду превратился в монстра? Зачем в руках близкого человека блеснул нож? Почему вдруг пронзительно сильной болью рвануло шею? Почему мгновенно стали уходить силы? Напомним, 6 июля 2014 года в бане частного дома на улице Первомайской села Зеленая усть Абаканского района Хакассии нашли трупы мальчика и двух девочек с признаками насильственной смерти. Здесь же находился их родной отец и предполагаемый убийца – 40-летний Станислав Кейдалюк. После расправы над сыном и дочерьми он пытался наложить на себя руки и нанес себе раны, но они оказались несерьезными. Теща убийцы уверяет – мужчина держал в страхе всю семью. Недавно ее дочь ушла от мужа и стала жить с другим избранником, но дети навещали родного отца в его доме, расположенном на улице Первомайской в селе Зеленом. И в воскресенье днем, 6 июля, все трое были здесь, в гостях. Как рассказал сосед детоубийцы, за час до трагедии он разговаривал со Станиславом. «Он как раз пакетом пошел в магазин, а ребятишки пололи травку в огороде». После того, как дети закончили прополку, отец повел их мыться в баню. Именно там он с ними и расправился, перерезав горло всем троим по очереди. Но перед тем, как взяться за нож, Кейдалюк позвонил своей бывшей жене и сказал, что отнимет у нее самое дорогое. А затем отправил еще и СМС аналогичного содержания. После этого женщина бросилась к дому бывшего мужа забирать детей, но было уже поздно. Мать первой увидела страшную картину в бане и сама вызвала полицию. Тела троих детей лежали в кровавой луже. Недалеко от них был и их отец. Все вокруг, и стены, и пол бани были красными, бордовыми от крови. Все это выглядело настолько жестоко и нереально, что казалось, будто здесь снимают самый кошмарный фильм ужасов и только что вылили весь запас искусственной крови в одно место. Туда, где лежали убитые малышки. Прибывший на место участковый обнаружил в бане частного дома тела маленького мальчика и двух девочек. Здесь же находился их убийца – раненый, но живой. Убив детей, Станислав Кейдалюк попытался совершить суицид, перерезал себе вены на обеих руках и ранил себя ножом в шею. Но раны оказались несерьезными. Как рассказала секретарь главного врача Усть-Абаканской районной больницы, угрозы для его жизни нет. Его прооперировали, оказали необходимую медицинскую помощь, и сейчас он в лечебном корпусе. По главной версии следствия, мужчина убил своих детей ради мести бывшей жене. Хотел сделать ей больно за то, что она ушла к другому. Это подтвердил и сам Кейдалюк в интервью для телеканала ТВ-7. – Что вы вообще сделали? – А то нет. Конечно, понимаю. – То есть для вас это нормально вполне? – Это не нормально вполне. Это месть за измену. – А при чем здесь дети? – При том, что это самое единственное у нее. – А у вас? – И у меня тоже самое. Я хотел вместе с ними уйти. – Они вам снятся? – Кто? – Дети. – Нет. Я скоро к ним прийду. – Вы понимаете, что теперь вы будете жить, ваша жена будет жить, а дети ваши? – Уже нет. – Вот и пусть всю жизнь мучатся. Я ее предупреждал. Не делай мне больно, я тебе сделаю больно. Она это не слушала. Она думала не головой, а другой частью тела. А эта не развилась. И в одно время спала с двумя мужиками. То есть со мной, с законным мужем. И с ее как бы будущим. Это хорошо? Это нормально? Учите меня. Я ее предупреждал. Говорю, час расплаты придет все равно. Не делай этого. Не делай. Будет тебе очень тяжело. Она думает, что это слова на ветер. – Такое ощущение, что вам детей вообще не жалко? – Мне жалко детей. Я за ними пойду буквально несколько дней. Первых трех дней я пойду за ними обратно. И все. Мы там одни. Без этой шалаги. – Ну, вы думаете, они вас поблагодарят за такой поступок? – Может и нет. – Нет. Ну, я с ними воню. – Суставы сюда будут отводить? – Я не знаю, о чем я. – Ну, я просто. Я сейчас. Я в туалет не ходил уже два дня. Вынивки под суставы, составы. Ну, попить толком не в туалет, все время вот так вот на веревках, хоть одну руку буду опустить. Ваше семейное положение. – Вам уже понятно, что семейное положение какое? – На вопросы отвечайте. – Ваше семейное положение. – Я сам уже не знаю, какое у меня семейное положение. – Вы женаты или женаты? – Был женатый. – Может скрыться от следствия и суда продолжать заниматься преступной деятельностью. Прошу суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. – Это кто, говорит, мой адвокат, говорит? – Следователь. – А, следователь. – Вопросы следовали будут? – Конечно. – Почему-то у меня нет места посредственного жительства, постоянного места работы. – Кто вам такой сказал? – Я сказал, не имеет постоянного источника дохода. – Есть у меня постоянный источник дохода. – Не предоставлено данных. – А кто вы такой же, белый, предоставлял, вот с этой кровати сейчас предоставлен? – Был допрошен в качестве обвиняемого. – Показания отказался. – По поводу заявленного хозяйства выскажите. – Ты мне по барабану. – Что хотите, то и делайте. – Вы меня заковали во все наручники, и еще что-то от меня хотите. – Я в туалет хочу, вот и все. – На данный момент я от вас ничего больше не хочу. – Что сделал, то сделал. Я эту суку поизгруздал. – А вот Теща говорит, что вы часто угрожали, и ей в частности, и твоей жене такое было. – Ложь. – Они хоть раз с синяками ходили. – На лице хоть раз с синяками ходили, или с ушибами, как вот люди рассказывают. – Муж побил, муж побил. – Моя хоть раз ходила с такими синяками? – Никогда в жизни не ходила. – А то, что у нее кожа белая, пальцем вот так притронулся, и она синяя. – Если она сидит на коленках грядки, полит, они у нее тут же синеют. – Что, моя опять вина? – Ничего я не придумывал заранее. – Я вспоминаю все на ходу, на лету. – А когда вы решили это сделать? – Кого это? – Убить детей. – Потому что я не мог добраться до этой твари. Она постоянно пряталась, постоянно врала, текала, исхищетрялась, как змеюка. – Вы в тот день придумали убить детей, или вы заранее в СМС в неделю писали? – В тот день. – Вы позвонили жене перед убийством, вы хотели, чтобы она пришла и спасла детей? – Я в туалет хочу, я вам еще раз говорю. Пока я в туалет не схожу, я больше никаких вопросов вам не буду задавать, отвечать. Если бы это было один раз, два раза. Это месяцами было. – Месяцами она меня унижала. – Ну и развелись бы с ней дети. – Так вот я сказал, езжай на развод подавай, она до сих пор еще даже на развод не подала, скорее всего. – Вот вы заметили, что вы только о жене и себе говорили? – Потому что я работал, она работала двое через двое, а я все шесть дней работал. – Вы о детях вообще не вспоминаете? Вы говорите только о себе и своей жене, о своем унижении? – Потому что о нас с ней вечером, о детях. – Дети уже все. Я говорю, что детей уже нету, а какая о них речь уже может быть? – И этому уроду нечего было лезть в нашу семью. – А вы детей любили своих? – Нечего было лезть в нашу семью. Мы любили их хорошо, мы жили в Доможаково, и на тепличном жили, и в этом. Но опыт нам сначала жили, потом в Доможаково шесть лет прожили. – Никаких ссор, никаких скандал не было. – Да, конечно, любил детей, но как я не любил детей свои? – Ну а как можно любимых детей убить? – Мне руки трястись, мне тошнило, мне очень было плохо, когда я руку поднял на ребенка. Я думал, что это не со мной происходит, что это во сне. – Но однако это произошло. Не знаю, я сам был по понятию. – Они кричали? – Я кричал, а они кричали. – Я хочу сдохнуть, я уже вам это 50 раз сказал. Хочу сдохнуть сейчас, завтра или послезавтра, в крайнем случае. Какую меру? Высшую меру, сдохнуть хочу, все. Иначе я без детей не смогу жить. Мне сейчас очень тоже тяжело. Я руки бы развязали, я бы сейчас упал бы с пятиэтажки или еще что-нибудь с собой сделал, чтобы только с ними быть. А этот сука пускай живет. Пусть живет и мучится, тварь. Сегодня следователи допросили его прямо в больничной палате. На вопрос, ты вообще в содеянном-то раскаиваешься? Жалеешь, что такое натворил? Станислав отвечает, детей жалко. Но при дальнейшем допросе мужчина о детях вспоминал редко. Его больше интересовал вопрос, мучается ли его бывшая жена. Станислав единственное, что делал, это искал в себе оправдание и жаловался на условия в палате. Момент раскаивания или хоть что-то подобного никто из присутствующих не увидел. А еще он постоянно повторяет, мол, она сама виновата. Из-за здоровья детей их мать якобы не особенно переживала, заявил Кейдалюк. Я ее спрашивал, ты мне изменяешь, это правда? Она говорит, нет, неправда. Я чем клянешься? Она своим здоровьем и здоровьем своих детей. Здоровьем детей клянется она. Значит, ей плевать на здоровье детей. И вообще она всю эту херню завязала. Покляни здоровьем детей, покляни здоровьем того-то. Я никогда так не клялся. Объясняет Станислав Кейдалюк. Всего, что рассказал подозреваемый на допросе, следователи пока не раскрывают. Интересно, что соседи дают Станиславу Кейдалюку самые лучшие характеристики. По их словам, человек он непьющий и спокойный. Перестал пить уже больше 10 лет, как только первая дочь родилась. Работал, вкладывал все в семью. Своих детей любил. Говорил, что девчонок никуда от себя не отпустит. Что случилось с идеальным семьянином и все ли в порядке у мужчины с психикой, даст ответ специальная экспертиза. В день убийства детей, доставленный в больницу Кейдалюк, был арестован на двое суток. Сейчас ему предъявлено обвинение по пункту АВ, часть 2, статья 105 УК РФ. Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся заведомо для виновного в беспомощном состоянии. Во вторник, 8 июля, выездная сессия Усть-Абаканского суда примет решение о выборе ему меры пресечения. В производстве следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по республике Хакасия находится уголовное дело по обвинению 40-летнего жителя Усть-Абаканского района Станислава Кейдалюка. В убийстве трех малолетних детей заведомо для виновного, находящихся в беспомощном состоянии. По пункту АВ, часть 2, статья 105 УК РФ. С целью определения психического состояния здоровья Станислава Кейдалюка в Красноярском краевом психоневрологическом диспансере проведена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, согласно заключению которой обвиняемому рекомендовано проведение стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии имени Владимира Петровича Сербского города Москвы, куда обвиняемый был этапирован из города Абакана. 27 ноября 2014 года по пути этапирования в районе станции Новосибирск главный в спецвагоне поезда Станислав Кейдалюк покончил жизнь самоубийством. При осмотре места происшествия обнаружен стержень от авторучки со следами вещества бурого цвета. В настоящее время следственными органами СК РФ по РХ решается вопрос о прекращении уголовного дела в отношении Станислава Кейдалюка, на основании пункта 4, части 1, статьи 24 УПК РФ в связи с его смертью. В целях предотвращения совершения аналогичных преступлений в рамках уголовного дела в органы МВД России по Республике Хакасия вносилось представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного преступления. Так, в ходе следствия было установлено, что данное преступление произошло на административном участке, где с декабря 2013 года и на момент совершения преступления не был закреплен участковый уполномоченный полиции. Кроме того, в конце июня 2014 года супруга обвиняемого обращалась в телефонном режиме к сотруднику полиции и сообщала о том, что бывший муж угрожает ей убийством, однако проведенная с ним беседа не принесла результатов. Также установлено, что за день до трагедии потерпевшая вновь обратилась в дежурную часть УМВД России по Усть-Абаканскому району с заявлением о том, что бывший муж угрожает ей убийством. Однако проверка по данному заявлению не проводилась, заявительница была только опрошена, каких-либо других мер к своевременному реагированию не принималось. Органы предварительного следствия пришли к выводу, что преступление стало во многом возможным из-за существенных упущений в работе руководства УМВД России по Усть-Абаканскому району, связанных с профилактической служебной дисциплиной среди подчиненных, а также ее организаций. Формально закрепленные участковые уполномоченные на данном административном участке находились вне контроля руководства УМВД России по Усть-Абаканскому району, что впоследствии привело к совершению преступления. Внесенное представление рассмотрено с участием руководства МВД России по Республике Хакасия и руководства Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия. По результатам рассмотрения пяти сотрудникам УМВД России по Усть-Абаканскому району наложено дисциплинарное взыскание. Информация предоставлена Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия. Тем не менее, несмотря на все разбирательства, попытки найти виновных или даже смерть убийцы, отца, ничто это уже никак не вернет к жизни троих маленьких детей, которых так рано лишили всего, что с ними могло бы произойти. А как вы считаете, чем руководствовался убийца? Виновата ли жена? Многие комментаторы обвиняли именно ее, а не Станислава в смерти детей. И есть ли вообще хоть какое-то справедливое наказание для тех, кто убивает детей? Пишите свое мнение в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления? И как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологичной личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok